Позвольте мне немного рассказать вам о важном моменте из семинара о семейных отношениях, думаю, вам это будет интересно. Когда вы женитесь на ком-то, и до того, как вы очень-очень хорошо их узнали, вы просто любите все в них. Но когда вы узнаете их лучше, в браке вы находитесь или нет, но когда вы узнаете их очень-очень хорошо, вы видите, что у них есть другая сторона, которая вам не нравится. И это нормально, потому что мы несовершенны. И это становится проблемой. Но это также становится проблемой для них, потому что они видят другую сторону у вас, которая им не нравится. И что же вы будете теперь делать, потому что вы только что женились на другом человеке, и вы женились на личности, которая вам нравится, и вы женились на другой личности, на другом человеке. Тот, кого вы повстречали и влюбились, это определенный образ, который он или она показывает на людях. А они влюбились в ваш публичный образ. У нас у всех есть публичный образ. Но затем, когда вы живете с кем-то и близко узнаете человека, вы начинаете видеть другой образ, виден характер человека. Их добродетели и недостатки, их болезненные реакции, и их странности, и их привычки. И те вещи, которые вы не знали о них. И что же с этим делать? Это просто реальность. Это происходит со всеми нами. Но также вы получаете ту личность, которая вам нравится. То есть вы хотите сосредоточить свое внимание на личности, которая вам нравится. А личность, которая вам не нравится, просто предоставляется вместе с ней. Вам приходится получать их обоих. Это обертка и упаковка. «Откройте коробку, уберите упаковку». Почему так много в упаковке? Просто так перевозится. Таким образом, мы все пришли. И из-за этого у многих пар есть проблемы. Когда они встречают другую личность. «Ой, я думал, что получу вот эту личность». «Но я получил вот эту другую личность». Но вы же получили эту личность также. Поэтому празднуйте то, что вы получили ту личность, которую хотели. И она все еще здесь, но просто вместе с ней вы получаете еще и другую личность, без дополнительной оплаты. И это часть того, что значит быть в браке. Мы вступаем в брак и думаем, что это будет какой-то романтический рай. И это несколько нереалистично, потому что в материальном мире нет ничего такого уж замечательного. Но на самом деле, если у нас есть хорошие отношения, то это создает очень стабильную ситуацию. Это очень полезно для нашего сознания Кришны. Это не то, что мы стремимся лишь к чувственному удовлетворению в наших отношениях. Если мы стремимся, то без сомнения будем разочарованы. Но сознание Кришны не в этом. Мы стремимся удовлетворить Кришну. И если мы можем удовлетворить наши потребности, минимальным объемом чувственных удовлетворений, необходимых, чтобы быть умиротворенными, это идеально. И тогда вместе. Вместе мы помогаем друг другу таким образом. Но если это выходит за определенные пределы, и все это превращается в удовлетворение моих чувств, и касается только моего материального счастья, то все зашло слишком далеко. Это не работает. Кришна является высшим наслаждающимся, а не мы. И как вы знаете, вы будете счастливы, когда Он наслаждается, и когда вы можете удовлетворить Его. И вы будете счастливы, когда вы можете удовлетворить вашего супруга или супруга, потому что удовлетворение при одном в этом все. Даст, даст, оно даст. Итак, я рассказал немного о том, что бы вам могло быть интересным, и о чем мы будем говорить среди многих других тем. Хареи Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok